МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ ФИЛЬМА 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 Невероятно, но факт, что зачастую авиакатастрофы происходят во время показательных выступлений на воздушных праздниках. Только благодаря этому их и удается запечатлеть на пленку. КОНЕЦ ФИЛЬМА ПИЛЬМА 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 ПИЛОТ не рассчитал скорость и приземлился слишком быстро. От удара лопнуло одно из шасси. Из разбитого топливного бака хлынул керосин. Машина опрокинулась и вспыхнула. КОНЕЦ ФИЛЬМА Теперь главная задача пилота как можно быстрее покинуть вертолет. Ведь в любой момент может произойти взрыв. Машина скорой помощи и пожарные мгновенно оказались на месте происшествия. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась. КОНЕЦ ФИЛЬМА КОНЕЦ ФИЛЬМА Дата этой съемки июль 1992 года. Город Жуковский под Москвой. На первом российском авиашоу проходит подготовка к выступлению. Камера фиксирует, как Су-7Б и Я-38 отрабатывают фигуры высшего пилотажа. Полет проходит примерно на высоте 50 метров. Вы видите, как пилот внезапно катапультируется. Самолет медленно, как будто нехотя, падает на землю и вспыхивает. Летчик спасся. Это уже вторая катастрофа Яка за короткое время. Неудачи объясняются несовершенством конструкции истребителя. Эксперты утверждают, что пилот мог бы спасти самолет, если бы он сохранил управление. Однако катапульта выбросило его из кабины автоматически при первом признаке опасности. 15 сентября 2008 года. Камера наблюдения, установленная на окраине города Пельм, сняла падение самолета. Это в последние мгновения жизни 87 пассажиров и членов экипажа. Авиалайнер, летевший из Москвы в Пермь, упал во враг в нескольких десятках метров от жилых зданий. Причиной аварии стал отказ одного из двигателей, в котором возник пожар. Экипаж до последнего пытался совершить экстренную посадку, считают эксперты. Именно этим объясняется то, что самолет упал в ненаселенном районе города. Пилот сознательно направил его на железнодорожные пути. В результате крушения авиалайнера Транссибирская магистраль, связывающая Восток и Запад России, встала на несколько дней. Пять человек, трое взрослых и двое детей опоздали на трагический рейс. Остальным не удалось обмануть смерть. Простите, не обижайтесь, но денежки я у вас заберу. Вежливый петербургский бандит грабит автозаправку. Ох, рано встает охранник. Опытный охранник магазина чуть не задержал юного налетчика. Человек-амфибия. Подвыпивший мужчина уверенно себя чувствует и на суше, и на затопленной дороге. Тихо, Танечка, не плачь. Брат твой скоро упадет. Сестра не смогла уговорить шантажиста вернуться на балкон. Да ну тебя нафиг, сказали кубахинские мужики. Танцующего голым горожанина боялись даже одетые земляки. Ночь. Заправка на торфяной дороге. Такое название у этой петербургской улицы. В здание магазинчика при АЗС заходит приличный молодой человек в очках. Он чего-то стесняется и не сразу подходит к кассе. В конце концов, берет себя в руки и приближается к стойке. Уже с пистолетом в руке. Он, извиняясь, просит продавщицу не кричать, указывая пальчиком на оружие. Мол, я опасен. И просит девушку достать деньги из кассы. Но девушка не спешит и продолжает сидеть. Наверное, не хочет шуметь, потому что все это время в уголке мирно спит охранник. Вежливому грабителю приходится самому перелезать через стойку, чтобы забрать деньги. Хотя дается это петербуржцу с трудом. Он не в лучшей физической форме. И только когда грабитель, извинившись за свое поведение, ушел, девушка рванула к охраннику, который дремал под любимый питерский сериал «Улицы разбитых фонарей». Но не все питерские грабители одинаково вежливы. В подъезд многоэтажного дома заходит женщина. За ней, пока дверь не захлопнулась, успевают юркнуть два молодых человека. И как только дама направляется к лифту, ее сзади валит один из налетчиков, второй вырывает сумочку. Женщина не разжимает рук. Но куда там? Мужчины значительно сильнее ее. После того, как парочка выбегает из подъезда, женщина пытается преследовать их, но тоже безрезультатно. В таких случаях милиционеры советуют не сопротивляться налетчикам. Деньги – дело наживное, а жизнь дается только один раз. Солнечный Магадан. Ночной магазин. Пожилой охранник пьет минеральную воду и смотрит телевизор. Не успел мужчина допить водичку, как в помещение ворвался человек в маске и с пистолетом в руке. Ему с налета не удается перепрыгнуть через прилавок, и это дает охраннику возможность получить серьезную фору в поединке. грабителю еще больше не везет, а бегая помещение по периметру, сбивает весы и роняет пистолет. Налетчик решает скрыться, не солоно хлебавши. Но не тут-то было. Он не успевает перемахнуть обратно через прилавок, охранник хватает его за ногу и не отпускает, как бы интересуясь. Сынок, зачем заходил? Сынок все-таки вырывается и убегает не с пустыми руками, вернее, штанами. За поезд зацепилась корзинка с фруктами. Для такого трусливого грабителя это неплохая добыча. А охраннику наши аплодисменты. Чтобы сразу не было видно, что в банк заходят люди в масках, перед банковскими служащими нужно появляться с картонной коробкой в руках. Она скрывает верхнюю часть тела и только когда уже подошел к кассе, можно отбросить коробку и доставать пистолет. Сотрудница банка была не готова к такому развитию событий. Она благоразумно выполнила все требования изобретательного грабителя. Отдала всю имеющуюся наличность. Платы налетчикам за смекалку стали 120 тысяч рублей. Но все деньги подельники потратить не успели. Иркутские сыщики оказались сообразительнее молодых людей и задержали их через пару дней. Мурманск. Камера видеонаблюдения установлена на автопарковке возле многоэтажного дома. У одного из автомобилей появляется паренек. Его явно что-то заинтересовало. Он уходит и возвращается уже с друзьями. Оказывается, внимание ребят привлек сноуборд, закрепленный на багажнике одной из машин. Но как же вокруг такое количество снега, а сноуборда у парней нет? Нехорошо. Они отламывают одно крепление, затем второе, спокойно снимают снежную доску с крыши машины и уходят. Это хорошо, когда молодые люди не пьют, не курят, к спорту приобщаются. Правда, молодых физкультурников достаточно скоро благодаря видеозаписи задержали милиционеры. Теперь они тренируются исключительно со своим инвентарем. Не дойду до дома я с дружеской попойки. Выпивший мужчина пытается забраться на тротуар. Без нижнего белья на бельевых веревках. Голый мужчина повис на высоте шестого этажа в знак протеста и сорвался. Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Агрессивный танец губахинского терминатора распугал глазеющих мужиков. Одним все, а другим ничего. Кому-то ведь принадлежит и девушка, и бенли. Школьные годы чудесные. И вот что бывает, если использовать парту в качестве танцпола. Санкт-Петербург. Спасатели подъехали к месту происшествия в тот момент, когда самоубийца уже был готов прыгать с седьмого этажа. Удастся ли его спасти? Он зимой прыгал с седьмого этажа, да? С седьмого этажа, но был снег. Очень важно установить контакт с человеком, который стоит на краю, и не спугнуть его. Спасателю это, похоже, удается. Самоубийца внимательно смотрит на зеват собравшихся внизу, а жильцы дома с большим интересом наблюдают за бесплатным спектаклем. Внизу, под балконом, на всякий случай разворачивают огромный надувной мат. И вот спасатель перелезает на балкон. Пора приступать к заключительной фазе операции. Кризисная ситуация разрешилась. Неудавшийся самоубийца успокоился и дает затащить себя обратно на балкон. Как выяснилось позже, этот несчастный страдал манией преследования и не отвечал за свои посты. Мужчина перебрал спиртного и пытается дойти домой, но это не так уж и легко. С тротуара он сошел на затопленную водой дорогу и теперь не может выбраться обратно. Прохожим нет дела до пьянчушки, помогать ему никто не собирается. Рассчитывать дедуля может только на себя, но из-за количества выпитого центр тяжести у него переместился в голову и она тянет его к воде. Что делать в данном случае вопрос далеко не риторический. Может будет легче и проще доплыть? Конечно, но только в том случае, если течение в сторону дома, иначе никак. Кишиневка. На бельевых веревках на высоте шестого этажа висит голый человек и что-то хочет поведать миру. Выглядит человек, конечно, по-дурацки, но что заставило его так выглядеть, ни спасатели, ни полицейские, прибывшие к месту происшествия, выяснить не могут. Таню! 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 Таня это сестра эпатажного молодого человека. Она появилась очень вовремя и объяснила присутствующим все это он делает в знак протеста. Он мне объяснил, что его преследовала полиция, он не может понять по какой причине, он переживает, что кто-то пытается его подставить. Трусы, провисев в солнечную погоду на веревке полчаса, могут высохнуть, а человек устать. Силы покинули Танюшиного брата, и он срывается с веревок. Танюшин! Шансов выжить у него нет. К счастью, прыгун не разбился. Спасатели предвидели подобный поворот событий и натянули внизу крепкий брезентовый тент. Теперь этим человеком займутся уже не полицейские, а врачи. Для них работы явно непочатый край. Проверить верхолаза на вменяемость дело первостепенной важности. КРИК Город Губаха в Пермском крае. На площади танцует голый мужик. Ну, как голый. На нем лаковые, черные штиблеты и носки. Двигается уверенно, пластично. А Губахинцу губы раскатали, тут же достали мобильники и давай снимать. На халяву. Но это голому дэнсеру не по нраву. Не прекращая танцевать, он бежит на своих земляков. Мужики разбегаются. Может, у них в памяти всплыл ужасающий образ скачка терминатора? Он тоже, будучи абсолютно голым, заявил «Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоциклы». Почему все-таки горожане разбежались? Или они знают, что этот голый один пятерых одетых стоит? Непонятно. Да и что заставило самого великовозрастного губахинца исполнять танцевальные па в стиле ню, тоже остается загадкой. Но самовыразился танцор, похоже, по полной. Эта девушка пока только хочет раздеться, прямо настаивает, поэтому и разминается у шеста, плавно двигает бедрами всем телом, изображая негу. И решает забраться на шест, чтобы накалить страсти. Но это была ее ошибка, можно сказать, роковая. Раздели ее в этот день врачи, чтобы наложить гипс. Юная школьница еще не ведает, что искусство эротического танца за здорово живешь не освоит. подводных камней масса, и чем раньше она с ними столкнется, тем лучше. Хорошо, что в школе нет шеста, а есть только учебная парта. Качели. Никакой эротики. Тем более, что в невинном школьном возрасте об этом лучше и не думать вовсе. Учиться надо и качаться туда-сюда, обратно. И весело, и безопасно. Простите, опять же не всегда. Может быть и такой поворот. Хорошо, жива и здорова, но в следующий раз никаких качелей из песочницы ни шагу. Хабаровск. К увеселительному заведению приехал наряд милиции, чтобы утихомирить подвыпивших дебоширов. Но вот в объектив видеокамеры попадает дама. Она выходит из ресторана. Сил куражиться у нее явно нет. На ногах бы устоять. Даже шейный платочек для нее неподъемная вещь. Но надо отдать должное. Бутылочку барышня из рук не выпускает. Профессионализм не пропьешь. Москва, поздний вечер. Таганская площадь. Две подружки пытаются зайти в метро. Через 20 минут все закроется. Но нужно сделать еще 20 дополнительных шагов. Для одной из девчонок это невыполнимое задание. Можно сказать мишен импост. Проходящий мимо полуношный джентльмен попытался помешать этим планам и на руках отнес девушку поближе к зданию метро. Поставил и прислонил к стене. А потом ушел рыцарь. Но сила земного притяжения сделала свое дело. И через секунду девица вновь оказалась на асфальте. Видимо домой ей придется утром добираться. Метро в 5.30 откроется. А к тому моменту девушка наверняка более или менее придет в себя. А пока асфальт теплый. Можно и здесь поспать. Москва город контрастов и социальной несправедливости. Кому то и Бентли и такая вот девушка в придачу. Она сейчас переобувает эффектные сапожки на каблуках на тапочки автоводительские. Но тоже наверняка очень дорогие. А парням в бюджетной малолитражке только и остается, что на все это смотреть, записывать на видео, тосковать и завидовать. Но почему одним все, а другим ничего, а? В следующем выпуске улетного видео по-русски вас ждет. Не зная броду, не суйся в воду. Липецкие школьники были рады, когда вода затопила улицы родного города. Оконченная пьеса для механического пианино. Музыкальный инструмент пострадал при переезде с квартиры на квартиру. Группа в полосатых купальниках. Как отмечают день ВДВ на Поклонной горе. Ухраните с нами. Ростов-на-Дону. Южная Венеция России. Последствия летнего ливня в нашей программе. И чем дай поплыть? Неспортивное поведение. Чемпионат по боевому самбо превратился в банальную разборку. Не колесо фортуны. Подросток сбросил покрышку с 11 этажа и убил человека. Только в улетном видео по-русски. Субтитры по-русски. Субтитры подогнал «Симон»